Фирма Стрелец. Ребята, всем привет! Наступил новый 2021 год и с чем я от души вас поздравляю! Мы проводили 20-е и настало время подвести итоги, чем же нас порадовал последний месяц уходящего года. Итак, поехали! А если вас заинтересовали какие-то модели из этого выпуска, то вы можете их купить на сайте магазина Я Моделист. Звезда показала бокс-арт и выпустила свою очередную новинку. Бронеавтомобиль Тайфун К. Шикарный бокс-арт показывает службу этой машины в Сирии с характерными красными полосами военной полиции. А также в наборе есть декаль, при помощи которой можно будет изобразить машину на параде на Красной площади. Но, увы, двигателя внутри Тайфуна не будет. Мини-арт продолжает тему немецких четверок в 35-м масштабе. В декабре они уже анонсировали четвертый панцер версии H производства завода VAMAC ранней серии образца 1943 года с интерьером и рабочими траками. Если вы захотите купить такую модель, то готовьтесь к хорошему удару по кошельку. На этом четверки от мини-арта не заканчиваются. Еще один четвертый панцер стоит ждать от этой фирмы, также версии H и тоже завода VAMAC, но уже производство лета 1943 года. А что, отличное решение, один месяц и одна модель, но в разных вариантах. У мини-арта выходит миниатюра. Немецкие ремонтники с подъемным краном и двигателем Maybach. В наборе будет декаль, где будет написано «Не курить» по-русски. Производитель таким образом намекает, что немцы чинят двигатель точно не у себя на родине. Ну и вдобавок мини-арт грозится выпустить модель трактора Lanz, но уже с крышей в 35-м масштабе. Мини-арт продолжает штамповать коробки с бронеавтомобилями OSTIN и на этот раз в японском варианте. И судя по иероглифам на коробке, ребята из Украины хотят заевать. И японский рынок тоже. Модель отличается от своих собратьев, уже выпущенных только башенками. Ну и под конец года мини-арт выкатили на наш суд основание для диорамы, где центральное место занимает железнодорожный переезд со шлагбаумом и прочими атрибутами такого инженерного сооружения. RFM анонсировали выпуск «Поздней пантеры» в 35-м масштабе. Модель можно будет построить в двух версиях, со стволом длиной в 100 калибров и в 70. Также модель можно будет проапгрейтить дополнительной броней. ICM по традиции дополняет свои модели фигурками и выпускает как раз новый набор. И на этот раз они дополняют броневичок SD-KFZ-247 немецкими офицерами. Такой броневик у меня уже есть на канале. А кто еще не видел, советую глянуть. AMG выпустили модель двигателя внутреннего сгорания M11 советского производства в 35-м масштабе на Станине. Видимо, это ответ мини-Арту с их немецким двигателем. Кстати, в наборе обещают еще и электрическую проводку. Китайцы из Flyhawk показали рендеры модели королевского тигра в 700-м масштабе. Но надеюсь, что они ошиблись и модель будет в 72-м. Lancer Model показали, чем они будут заниматься в наступающем году в 72-м масштабе. А именно, санитарный автобус ГАЗ-55 производства времен войны, зенитку ЗУ-23-2, гаубицу образца 30-х годов и 76-мм пушку. Snake Model показали, что же они грозятся нам выпустить в наступающем году. А это целая куча инженерной техники в 72-м масштабе и смолы. БТС-2, БТС-4 и прочие. Их очень много. Куперстейт продолжает развивать тему бронеавтомобилей времен Первой мировой войны в 35-м масштабе. Эта тема очень огромна. И столько разной чудесной техники не наклепали во время той войны. Так вот, ребята из Риги выпускают канадский ваганообразный бронеавтомобиль. ОКБ Григоров продолжает посвящать нас в сумрачный германский гений выпуском очередного немецкого экспериментального танка в 72-м масштабе и смолы. И на этот раз это очередная версия всевозможной модернизации четвертого панцира. На этом опытные работы ОКБ Григоров не заканчиваются. На другой модели они уже выгрузили башню типа Шмальтурм на супермодернизированном шасси четвертого панцира. Т-модел продолжает немецкую тему и в 35-м масштабе выпускает две железнодорожные платформы для перевозки панциров. Легкие 50-тонные и 80-тонные для перевозки толстых котиков. Трумпитер показал основной боевой китайский танк ЗТЗ-99А в 72-м масштабе. К сожалению, это довольно простенькая быстрособираемая модель. Видимо, это тренд рынком бронетехники в 72-м масштабе. Трумпитер продолжает показывать свои новинки. И на этот раз российский ракетный комплекс Клуб К замаскированный под 20-футовый контейнер в 35-м масштабе. Брат-близнец Трумпитера Хобби Босс продолжает эксплуатировать тему военных автомобилей Бундосфера в 35-м масштабе. И на этот раз они анонсировали самосвальную версию. А в 72-м масштабе Хобби Босс анонсировали очередную отечественную установку Град на шасси Урал. И это действительно, по моему мнению, очень интересная новинка. Ведь пилить дрова от i7 у меня уже нет никакого желания. Хотя как-то они мне достались уже совсем по дешевке. А тут, я надеюсь, будет полноценная современная модель довольно известной машины. И на рендерах даже видна выштамповка Урал на передней части машины. Так что, надеюсь, модель получится годной. Газойлер предоставили рендеры тех новинок, которыми они хотят порадовать коллекционеров в наступившем году. Это грузовик АМО-Ф-15, броневики и танкетка Т-27. Все новинки в 72-м масштабе и выполнены из смолы. А узнать, что такое модель из смолы, вы всегда можете из моего недавнего видео. Таком в 16-м масштабе готовят к выходу немецкую послевоенную машину Визель с противотанковым комплексом ТОУ. Китайцы продолжают развитие 16-го масштаба. Это может не радовать, хотя я еще ни разу в жизни не собирала модель в таком масштабе. Также Таком продолжает развивать такое необычное направление в моделизме, как вооружение кораблей в 35-м масштабе. И на этот раз они анонсировали отечественные комплексы ПВО Ураган и Ёж. Два комплекса в одной коробке. И это очередной повод пополнить свою коллекцию комплексов. За весь прошедший год можно было насобирать десяток разных комплексов, это уж точно. Также в 35-м масштабе стоит ждать от Таком модели американского танка М60 с бульдозерным отвалом. Неужели Dragon прекращает халтуриться своими новинками? Если раньше они просто перепаковывали свои старые наборы в коробки с новым дизайном, то на этот раз они проявили креативность. Вместе с Lexa Models они выпускают Sherman Calleopa. Причем пусковую установку они вырастили на 3D-принтере. Очередные новости из Поднебесной. Фирма XF выпускает в 72-м масштабе модель китайского колесного танка CTL-11. Об этой фирме я еще ничего не слышала, но надеюсь, китайцы не подведут с этой моделью. Тему 72-го масштаба продолжает Итальери. Для выхода модели Т-55А итальянцы обещают полностью новую разработку и, надеюсь, в высоком качестве. Ведь по-другому с конкурентами воевать не получится. Gecko Models в 35-м масштабе выпускает набор американских канистров времен Второй мировой войны. В наборе будет ровно 96 канистр. Так что, надеюсь, вы обязательно пересчитаете канистры, когда покупите этот набор. Ребята из Костромы регулярные поставщики новостей, но в прошлый выпуск новинок они не попали, потому что выпустили свои новинки уже после начала месяца, то есть в декабре. И время наверстать упущенное. АВД продолжает развивать тему бронетехники в 43-м масштабе выпуском БТР-60 и танком Т-55. Эти новинки меня не сильно зацепили, так как для брони есть, например, 35-й или 72-й масштаб. А вот УАЗ буханка со стрёмной мордочкой, это уже что-то интересное. Но эта смола и ценник на такую модель явно завышен. У ребят она почти 2000 рублей стоит, а это слишком дорого для такой эксклюзивной буханки. Но за такие деньги эту модель уже раскупили. Еще одна интересная новинка от АВД это Грейдер Д598. Он тоже полностью выполнен из смолы. И сборка такой модели не обещает быть легкой прогулкой. Но прототип безусловно интересный, а цена нет. Стоит такая модель аж 3500 рублей и это очень дорого. Но АВД реабилитируется перед моделистами КАМАЗами. Они выпустили самосвалы. Две версии КАМАЗов 6522 и КАМАЗ 6520. К слову, на родине АВД их уже не купить. И единственная надежда на магазин Ямоделист. АВД продолжает линейку НИФ из смолы. Я, кстати, уже собрала одну такую в санитарном варианте и скажу, что это далеко не лучшая их модель. У нее явные проблемы с геометрией. И, в принципе, издалека она на НИВу похожа. И также у моего варианта очень стремные декали. Подробности стройки вы можете увидеть скоро на моем канале. Но костромичи решили не париться и в гражданскую версию вообще не положили декали вовсе. Думаю, у этой новинки будут те же проблемы с геометрией и тот же конский ценник. Но альтернатив у этой модели нет. И конкурентов в 43-м масштабе у костромы тоже не предвидится. Может быть, только ушлые ребята из ICM в наступающем году что-нибудь предложат. Очень на них надеюсь. Ведь звезда отказалась продолжать работу над моделями в 43-м масштабе. Несмотря на откровенно высокую цену НИВы, ее уже через неделю после выхода на рынок было очень сложно купить. Любопытная новинка от АВД это автобус МАЗ-203. Обратите внимание на декали. Это не опечатка на маршрутном указателе. Следующая станция написана на белорусском языке. Это неудивительно, ведь этот автобус родом из моей любимой Белоруссии. Но на тот случай, если я захочу сделать автобус на службе в России, ребята из АВД не учли. Шикарный шестиколесный ЗИЛ-132РС выпускает АВД. Спасибо ребятам из Костромы, что развивают тему внедорожных автомобилей специального КБ ЗИЛ. Модель выполнена из смолы, но в наборе и присутствуют детали из пластика. Ну и завершают феерию новинок от АВД. Две версии седельных тягачей с разными вариантами кабин. Масса 54-40. Один набор представляет собой тягач в соло-варианте, а другой с тентовым полуприцепом. Надеюсь, что скоро Костромичи выпустят набор с прицепом в отдельности от тягача. Ведь прицепов на всех тягачей не хватает даже у меня в коллекции. Фирма Треглав показали модель очень необычного в наших краях военного полноприводного автобуса ТАМ-110. Модель будет выполнена в 35-м масштабе и, скорее всего, тоже из смолы. Гантаур продолжает сыпать анонсами советских автомобилей, играя на ностальгических чувствах моделистов. На этот раз они показали тестовую сборку автобуса ЛиАЗ 677М в 35-м масштабе. Модель будет выполнена в смоле со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. И стоить будет там такое чудо чуть дешевле настоящего автобуса. Под эгидой модель ПРО выходит угловатый фургон Чернигов в 43-м масштабе. Ласточка продолжает клепать окрашенные модели из смолы с не очень очевидным качеством. На этот раз они выпустили пикап. Французы из Хеллер в 24-м масштабе обещают выпустить модель фургончика Рено в полицейском варианте. Это довольно интересная новинка, ведь Хеллер не часто радует нас обновками. В авиационных новостях ICM нас радует выходом советского истребителя-перехватчика МиГ-25ПД в 72-м масштабе. Российская фирма Arc Models возрождается словно Феникс и уже выпускает вторую новинку подряд. На этот раз это самолет Ла-9. Любопытно, что на бокс-арте написано Лавочкин, а не Ла. Видимо, тут имеет место проблема с лицензией с КБ Лавочкином, которая, кстати, в настоящее время разрабатывает космические аппараты. Китти Хок в танковом 35-м масштабе анонсировали модель вертолета HH-60. Что ж, модель их правда будет очень большой. Звезда показала рендеры немецких бойцов фолькштурма в 72-м масштабе, и они несколько отличаются от тех, что показаны на бокс-арте. А две фигуры вообще в очень похожих позах. А еще фигуры не представляют из себя полные картины. Каждая из них, по сути, это разрозненный сюжет. Также Звезда показала отливки набора советской штурмовой группы в 72-м масштабе. Что любопытно, в наборе будет фрагмент стены. И вот вам почти готовая диорама, и самое интересное, что осталось ее только покрасить. Assault Models анонсировали выход фигур двух немецких пехотинцев сразу в двух масштабах, в 35-м и 16-м. Один немец стреляет, а другой смотрит вдаль. I-7 в 16-м масштабе грозится выпустить фигурки римских гладиаторов, а именно Мермелон остается ждать выхода ретариев. Именно такой гладиатор сражался с тем, что изображен на бокс-арте. I-7 выпускает набор советских пожарных в 35-м масштабе. Именно пожарных, а не пожарников, как часто их называют. Фигуры изображают огнеборцев в обмонтировании 80-х годов. Всего в наборе будет 4 фигуры. Также I-7 анонсировали выход фигур итальянских пилотов в 32-м масштабе в тропической униформе. И, судя по сюжету, итальянские авиаторы очень любят песиков. Фирма «Стрелец-Р» выпустили набор фигур, изображающих солдат французского иностранного легиона в 72-м масштабе. В наборе будет 32 солдата и 8 пушек. Тут сразу же вспоминается и фильм «Легионер с Ван Дамом». Занятная новинка от «Мартис Миниатюрс». Приспособы, при помощи которых можно делать следы различных животных на диорамах, а именно свинок, собачек, лошадок и кошек. Мастер-бокс в 35-м масштабе показали новинку – набор фигур на сюжет освоения некоренными американцами Америки. Фигурки изображают индейца и некоренного американца на лошади. Также Мастер-бокс осваивает очень редкую в классическом моделизме тему – Древнюю Грецию. Они выпускают фигурки в автомобиле на 24-м масштабе, что довольно стратно. Фигуры изображают всадника с пленником. Может, это какой-нибудь герой древнегреческих мифов, эксперты по Древней Греции? Напишите в комментариях, какой вы героя или миф изображают данные фигуры. Звезда начинает реализовывать те новинки, которые уже показала в своем каталоге. Нам под елочку они положили рендеры подводной лодки «Щука» в 144-м масштабе. Над детализацией они проработали весьма скрупулезно. И это были все интересные новинки, на мой взгляд, последнего месяца ушедшего 2020 года. Какие новинки вам понравились больше всего, а какие вы бы хотели получить под елочку? Напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok